Всем привет! С вами Ера Кураж, и мы продолжаем проходить по Finder Kingmaker. Точнее, в этот раз мы с вами уже его заканчиваем проходить. Я не смог, естественно, удержаться и, ну, зашел к боссу. Оказалось, что босс не так-то прост, как нам бы хотелось. Но надо как-то с ним справляться будет все равно. Как-то же его кто-то уже до меня убивал. В принципе, у меня есть план. То есть, на самой легкой сложности я его убил, но все равно это тоже не было так легко, как бы, возможно, мне бы хотелось. А у босса 4 фазы. Последняя фаза вроде как не очень страшная, но до нее надо дойти. А вот после второй фазы этот гаденыш использует рассеивание заклинаний. Соответственно, мы с вами остаемся без всех наших вкусных бафов. В общем, у меня родилась идея. И вроде как она рабочая. Идея заключается в том, что мы с вами сначала... Ну, в любом случае, нам изначально нужны вот все эти защиты. Где-то одна потерялась. Защита... А, нет, это устойчивость. Защита от кислоты, защита от звука. Да, вот что потерялась. В первой фазе нам надо его победить. Дождаться, когда он кинет свое рассеивание заклинаний. После чего мы с вами сможем с чистой совестью совершенно зафигачить его во второй фазе в губительный полиморф. Убить всех его помощников. Встать и оббафаться. И, собственно говоря, в этот момент, в теории, все должно пойти хорошо. Так, это устойчивость, правильно? Но, это в теории. А вот как это будет на практике, я чертову знает. Но, вполне возможно, чтобы не показывать целиком все и вся, я, наверное... Ну, буду после фаз, если там где-то что-то получилось, делать монтажные склейки. Ну, если что, знайте. Там какой-то кусок я, возможно, переиграю. Это совершенно не исключено. А, скорее всего, даже потребуется. И, возможно, не один раз. Фуф. Ну, что? Нам с вами ничего не остается, кроме как заходить внутрь. К сожалению. Я думаю, те заклинания, которые у нас есть в большом количестве, мы все же используем. Уходим. И в первой фазе боя он призовет кучу вот этих виль там что-то. Черт, а мы тут никак не можем поплотнее встать, да? Ну, ладно. Встанем как можем. Благо, вот этих заклинаний у нас полно. И вот этого у нас полно. Я думаю, на этом наш абабабабаб пока закончится. Ну, и все будут халдить, а Валерий побежит вперед. Хотя, вроде как, разговаривать с ним будет наш персонаж. Ваши шаги отдаются гулким эхом под сводами полуразрушенного тронного зала. Их звук привлекает внимание старикаремуса, сутулившегося на ступенях трона. Он поднимает голову, слегка качает ей, будто от досады молчит. Ничто не выдает в этом сгорбленном человеке маску божества. Запах пряных трав и цветущих лугов наполняет зал, возвещая появление нерисы. Весна моя, тихо говорит нимфа, будто ища у вас поддержки. А потом и оборачивается к фигурке на ступенях трона и гордо вскидывает голову. Приветствую тебя, извечный. Слышишь ли ты, как гремит далекий гром? Время настало. Время решить все раз и навсегда. Римус поднимается на ноги, тяжело будто нехотя. Слова, слова. Как мало значения мы им придаем и как много они значат на самом деле. Но я устал от слов и пророчеств. Я больше не стану предсказывать хаос и смерть. Я покажу их тебе сам. О да, время пришло. Время рока и проклятий. Ну и начинается все. Наша великая тусе. Давайте начнем с Вильдерванов. Наш персонаж будет играть в данном случае Песню Отваги. Было бы хорошо их снести сразу. Они в принципе нам не должны прям угрозы представлять. Вот главное успевать между... Между... Вот. Он, кстати, уже кинул все свое дерьмище. Тут, кстати, нам не риса может помешать. Я про нее совсем забыл. Опа. Валерий, уложили просто вот так. Давайте... Тристин выйдет вперед и кинет нам излечение. На себя, но он сейчас исцелит всех. Отлично. А, теперь Тристин, отходи. А, это сволочь еще и монах. Как назло. Ам, Тристин, лечи. Вот, во второй фазе просто ничего страшного он против нас особо не применит. Ну, если Джубилост еще успеет защиту от стрел кинуть... Вроде как первая фаза практически закончилась. А мы... Мы не успеем сохраниться. Жаль. Вам, кажется, не по душе пришлись мои проклятия. Может быть, шутки понравятся больше? Во. А, теперь... Вот этот настоящий сияющий король. Им займется Октавия. И она на него кинет губительный полиморф. Как видите, я их подготовил побольше. Октавия, давай. Пожалуйста, попади. Эх. Скотина. А наш персонаж, кстати, было бы неплохо, если бы он вышел вперед. И, наверное, кинул бы нам ускорение. Тристину, кстати, нам бы кинуть лечение. А... Так, наш персонаж должен кинуть нам ускорение всем. Это просто даст нам важную передышку. Эй. Давай, Октавия. Что ж такое-то? Тристин, выйди вперед и лечи. Октавия, не надо ничего кастовать. Нам нужно превратить эту гадину в ничто. Успей. Ну. Октавия не успела. Причем у нас двое лежат на полу. Но, опять же, если мы справимся... Ай, у нас нет материальных компонентов. Срань. Ладно. Давайте воскрешать. А Огбу мы можем воскресить таким образом? Нет, только Октавию. Соответственно, Тристин воскресит Октавию. Наш персонаж попробует воскресить... Ммм... Валерий. О, Октавия встала. И Октавия сразу же, как только мы обретем над ней контроль... Где же она? О, Октавия, стой. А, еще разок кинет ему этот полиморф. Вся надежда на то, что он в итоге сработает у нас. А, Фигас 2. Ну, Октавия, может еще разок? Тристин, лечи нас. Так. Октавия, пожалуйста. Не сработало. Ладно, мы с вами хотя бы стоим. Это уже что-то. Ммм... Ну, и в этой фазе, в принципе, не все так страшно. Мы можем потихоньку с вами начинать обкастовываться. А если наш персонаж снова кинет нам ускорение, а Тристин начнет вот этим исцелением тяжелых ранений нас массово лечить, мы, возможно, сможем простоять какое-то время. Давайте займемся его двой... Нет, давайте соберемся все здесь. А, Тристин. Давай вот так колдуй. Наш персонаж. Да. Там кто-то колдует подчинение. Блин, надо было больше нам заготавливать. Всяких заклинаний. Песня отваги обездвижит чудовище замешательство. Ладно. Тристин. Тристин, Тристин. Продолжает нас лечить. А наш персонаж. Давайте даст ускорение. Во. Снова все в центр сбегаемся. Куда ты, Валерий? Придется идти за Валерий. Это печально. Так, и наш персонаж может воскресить... Я сказал, наш персонаж. Может воскресить Джубелос-то. Отлично, Джубелос тоже. Это, кстати, настоящий Северующий Король. Давайте тогда займемся его двойниками. Главное, чтобы Нериса не успела нас всех в этот момент... Ну, точнее, не нас всех, а этого гада в этот момент положить. Потому что нам бы с вами, как я и говорил, оббафаться. Давайте все резко сюда. Э. Он берет нас под контроль. Но ничего страшного. Вот теперь... Теперь, когда все в сборе... Давайте-ка призовем, во-первых, вот сюда этих штук. Октавер. Ай. Ай. Он тратит наши бомбы. Тристиан, несмотря ни на что, надо лечить. Куда все? Кого вы атакуете? Сволочи. Просто сволочи бездуховные. А, ну правильно. Потому что, получается, Джубелост все еще под подчинением. Эх. Так, окей. Кажется, Джубелост из подчинения вышел. А мы его можем воскрешать. Хм. Так, что у нас с песнями? Песни еще есть. Мы с вами включаем боевую песню, потому что дальше к нам выйдет куча врагов. А Тристиан давайте-ка все-таки поднимет Джубелост. Вот. Вторая фаза на этом заканчивается. Начинается самая жопа третья. Время смеха прошло. Настал час охоты и хаоса. Так, соответственно, нам с вами надо как-то здесь собраться всем. Тристиану все еще надо кинуть свою роль элементарий, который придется, видимо, сначала восстановить, а теперь использовать. Октавия, бедня... А, кстати, Валерий тогда применяет на нас способность своего щита. Она должна нас укрыть и пойти вперед. А Октавия давайте отбежит назад и кинет нам ускорение всем. Мы сейчас должны быть невидимы. Так, а Тристиан должен нас лечить просто с той скоростью, с которой это возможно. Увы, ах, Тристиан слег. Но, к счастью, у нас могут кастовать Джубелост и может кастовать наш персонаж. И, ну, им придется это делать. Так, наш персонаж кастует лечение. Джубелост кастует лечение. Тристиан все. Блин, Тристиана придется доставать из могилы. Не нравится мне все это? Октавия, а ты можешь же лечилки кидать? Нет, не может. А что-нибудь из этого она вообще может нам кинуть? Всякие устойчивости, они нам нафиг не сдались. Ладно, давайте Октавия... А тут есть не иллюзорная паутина, а обычная. Да, есть. Давайте вот так тогда кинем обычную паутину. А наш персонаж все еще попытается воскресить Тристиана. Я понимаю, что у того куча отрицательных уровней, но все-таки... Тристиан нам нужен. Так. Теперь Тристиан, как только мы получим над ним контроль... Ай, Валерий слегла. Валерий слегла, мать вашу. Без Валерии мы вообще не выдержим. Давайте возрождать Валерий. У Октавии что-нибудь есть на последних уровнях? У нее есть вот этот вот призыв всякой шняги. Как я мог об этом забыть? И Октавии бы еще кинуть нам вот эту вот героическую штуку. Тристиан опять получил. И кажется, слег. Давайте наш персонаж попробует все-таки... Все-таки лечение прокинуть. Какой-нибудь прокастик дать. А Джобелос тем временем включает свои эти штуки. И давайте он вызовет Виверну. Тристиан ожил только, чтобы снова слечь. Ну не, я так просто не сдамся. Я так просто не сдамся. Так, а Октавия должна кинуть свой вот этот вот мегагероизм. Она, кстати, нам так и не скинула его в первый раз. О, она, кстати, его кинула. И давайте она призовет помощника. Тут вообще уже фиг с чем разберешься. Было бы лучше, наверное, если бы Тристиан уже заколбасили. И мы бы его просто оживили. Но, увы и ах, это не происходит. Джобелос. Джобелос, давайте он кинет нам ускорение. Джобелос. Во. Тристиан на секунду встал и тут же лег. Хорошо, что Валерий держится. Еще раз. Джобелос. Ангельский аспект, кстати, высший. Давайте его применит наш персонаж. Он даст нам ауру. А Джобелос снова зафигачит нас лечилкой. Ох, не зря я их столько накупил. Так. А наш персонаж, соответственно, ангельский аспект юзает. Будем пытаться держаться. К счастью, часть врагов атакует... О, Тристиан ожил. Тристиан ожил. У него есть какие-нибудь массы лечения? У Тристиана есть аура святости. И надо сейчас, короче, всем тогда поддержать выздоровление Тристиана, накидав лечилов. Ну и плюс, в целом, нам надо поддержать Валерий вообще в живом состоянии. Так. Тристиан, лечи. И у нас защита от стрел, кажется, сбилась. Давайте ее снова применим. Валерий, включим оборонительный бой. Тут уже не до дамага. Октавия. Октавия лечить не может, да? Ну и особо, на самом деле, она ничего и сделать не может. А, нет, у нее есть Сирокко. Давайте вот так вот тогда применим. Если она сможет. О, Сирокко прошло. Тристиан может опять лечить. Валерий где находится? Я ничего не вижу. А, вот Валерий. Отлично. Мы как-то с вами держимся. Наш персонаж с Джубилостом опять кидают лечилки. Да? И нам в какой-то момент надо будет с вами еще использовать защиту от огня. Потому что в финальной фазе этот говнюк будет бить огнем. Ох, куда вы поперли-то? Куда вы поперли? Блин. Вот это, кажется, может быть то, что нам проиграет битву. Потому что все резко ломанулись. Давайте выходить отсюда. Валерий, если что, мы поднимем. Так. Тристиан, лечи. Тристиан, лечи. Тристиан, лечи еще. В принципе, мы, смотрите, под градом стрел нормально так стоим. Нам бы Октавию только спасти. А Октавия сейчас отойдет. Октавию мы не спасли. Но ничего. У нас два человека, которые могут, опять же, возрождать. Фух. Такой мясной бой получается, если честно. Так. И в свою очередь надо, чтобы кто-то нам успел кинуть защиту от огня. Во. Все на месте, да? Все на месте, ребята. Раз пошла такая пьянка. Так. Защита от огня коллективная, да? Устойчивость к огню у нас есть. Кислоте нет. Нам нужно к огню. Любас была. Так. Наш персонаж кинет защиту от огня. Джубелос должен кинуть. Устойчивость к холоду, к электричеству. А где к огню-то? А, вот она. Устойчивость к огню. Да? В этот момент Тристиан тогда нам кинет. Так, он кинет защиту от зла. Наш персонаж кидает вот это. Джубелос кидает вот это. Ну, давайте, ребята, давайте, давайте. Стоп, стоп, стоп. Все стоим. Все стоим. Куда? Что у нас там? Кинул. Эк. Это невидимость. Это всякие защиты от стрел. Что-то защиты нифига не скастовались. Ребят, халдим. Тяжело в такой ситуации сохранять самообладание, если честно. Но у нас это как-то получается все-таки. Октавия кинет нам ускорение. И при этом мы халдим. А, к счастью, Нерису мы используем как просто бесплатного танка. А у Валерии, кстати, эта штука еще долго будет работать? Семь раундов. Нормально, мы должны справиться. Там потихоньку сейчас вот эти вот чуваки из Дикой Охоты должны куда-то деться. А, Тристин. Защиту от зла кинь нам, а. А, смотрите, Тристин может кидать. Во. Октавия кидает ускорение. Давайте, давайте, давайте. А баф сейчас пройдет. И нам с вами станет гораздо легче в финальной фазе. Так. Дальше. Тристиан. Не-не-не. У тебя есть последняя защита от хаоса. Давай-давай-давай-давай. Во. А, я просто хочу к последней фазе подойти просто во всеоружии. Максимально, насколько мы можем быть оббафаны всем, чем можно. А, тем более, у нас Нериса, ну, просто на ура выполняет обязанности танка. У Валерии, наверное, мы вот эту штуку пока отключим. А, так, здесь мы с вами кинем вот это вот благословление удачи и решительности по Октавии. Октавии я, кстати, выучил пару дезинтеграций. Ну, и ангельские аспекты ей можно применить тоже. Я понимаю, что мы вот так цинично очень Нерису используем. Но, смотрите-ка, лучники дикой охоты потихоньку ложатся, а наш персонаж перестал петь. Давайте-ка песню отваги споем, хотя нам уже нужна песнь мастерства. Потому что перед последней фазой нам предстоит еще поговорить с Сияющим Королем. Кто-нибудь вообще жив? О, все, кроме Октавии, нормально, кстати, могут передвигаться. А, так, что еще мы не кинули? Что еще бы нам хотелось? Молебен. Нам полюбас пригодится молебен. Ну, и давайте тогда этот флоунский цирк завершать. А вот и он. Ага, он начинает телепортироваться. Но, в целом... Во! Неужто с первого раза, ребята? Довольно! Стоит тело ловчиво сгинуть в огне, как разрушенную тронную залу волной заливает свет. Сияющий Король в его истинной пылающей форме возникает посреди залы. Маска ярости смотрит на вас с его огненного лика. Игры кончились. Время застывает, как смола, заключая вас из вечного в тиски янтарного света. И этот свет становится ярче. Лучи проходят сквозь вас, расшифровывают насквозь, безжалостно обнажая самые сокровенные секреты, страхи и желания. Нечто в вас резонирует со светом, испускаемым из вечного. Ваше проклятие. Оно похоже на осколок меча, оставшийся в ране, чужеродный, медленно ползущий к сердцу. Стоит лучам коснуться его, как он начинает раскаляться, обжигая нестерпимой болью. Сеющий Король начинает говорить. Голос его звучит не в ушах. Он приходит к вам вместе с лучами света, обжигая, подчиняя себя. Время масок прошло. Ты рискнул бросить вызов из вечному, и я его принимаю. Ты сразишься не с воплощением, а с сутью. Вот она суть. Мне не нужна магия или покорное чудовище, чтобы уничтожить тебя. Достаточно слов. Да, слов. Однажды я уже говорил тебе, слова, сказанные в особом месте в особое время, обретают силу урагана. Ты легкомысленно ответил мне, что знаешь, в чем твоя сила и суть. В желании помочь людям, чье горе трогает тебя. Я запомнил твой ответ. Запомнил его и мир. Твой ответ. Твое сердце. Твою сущность. И теперь я, проклятый король, забираю часть твоей души, как забрал когда-то возможность любить унирисы. То, что ты назвал своей сутью, больше не твое. Слова из вечного летят в вас, как стрела, готовясь дать новую силу и без того терзающему вас проклятию. У вас остается буквально мгновение, чтобы ответить. А почему ты думаешь, что я тогда сказал тебе правду из вечной плутовства и лжи? Быть может, ты сам был обманут, а тот, кто так легко обманывается, не имеет власть над словами. Волна боли обрушивается на вас, но быстро отступает. Слова ли защитили вас, или нечто большее, составляющая часть вашей души, неизвестно, но выпад из вечного был отбит. Продолжим. По голосу из вечного сложно понять, что он чувствует. Мы с тобой оба носим корону, но над чем властвуешь ты? Над жалким клочком земли, над несколькими тысячами душ. Мои же владения хаос и чары, безумие обман. Твоя власть ничто в сравнении с моей. И потому передо мной ты бессилен. Ты примешь каждый мой удар как божественную кару, как неизбежность. И снова у вас совсем немного времени на ответ. И этот ответ единственное, что может защитить от нового удара из вечного. У. Я достаточно знаю о магии и чародействе, так что не пытайся запугивать меня. Ты просто самая чудовищная из чудовищ, которых мне приходилось побеждать. Сила, заключенная в знании, велика. Она окутывает вас невидимой пеленой, защищающей от удара из вечного. Вы чувствуете его ярость, но точно знаете, это не божественный гнев, а эмоция древней, могучей, но все же не всемогущей сущности. Мне любопытно, что ты думаешь обо мне, проклятый король. Кажусь ли я тебе злодеем или просто шутником. Правда в том, что ты никогда не сможешь осознать правду. Быть извечным, значит быть одной из множества струн, на которых держится мироздание. Быть извечным, значит быть настолько большой и самодостаточной величиной, что равные становятся чуждыми, а низшие – незначимыми. Я – извечный смех, коварство, преобразование. Вот что я есть. И будучи тем, что я есть, я дам тебе почувствовать толику моего одиночества. Я отниму твою опору. Вот сволочь. Хотя, Актове и пофиг. Лишенной последней поддержки, вы один на один стоите против божества. Гнетущая тишина разливается разрушено разливается по разрушенному тронному залу. Я вне твоей власти извечной, твоей ли чьей-либо лещо. Будучи тем, что я есть, я изменю содеянное тобой. Слепящий свет отшатывается от вас, как испуганное живое существо. Раскаленный металл проклятия остывает все еще ранее, но уже не обжигая нестерпимой болью. Вы стоите перед извечным, перед пылающей живой звездой. И он смотрит на вас так, будто видит впервые. Некоторое время сияющий король безмолвствует. В этом безмолвии вам чудится, если не злая растерянность, то безграничное бескрайнее изумление. Хорошо, играть словами ты умеешь. Посмотрим, по силам ли тебе вынести жар моего огня. Ой, а кто это там появился? Э, ребятушки? Кто там? А, это наша Виверна. А наши ребята вообще придут в себя? Придут. Ну что ж, у нас устойчивость к огню коллективная есть, а вот защиту от огня придется обновить. И давайте, наверное, наш персонаж тогда встанет в самое пекло, кинет вот эту вот песню. А, и, фу, представьте себе с первого раза. Так, а у нас что с вами живет устойчивость? Соответственно, нам нужна защита от огня. Что ж такое-то? Опять я ее потерял. Хе-хе. Так, защита, защита, защита от огня. Во. Давайте-ка еще разок ее покинем. Ну, понятно, что он сейчас нас будет бить именно этим. Так, ну и, опять же, давайте ускоряться теперь. Кажется, он ослаб, как минимум. Тристиан, лечи нас. Джабелост, отходи от него. Ага. Он, кстати, Джабелост может тоже нас лечить, раз у нас с вами такое огромное количество свитков. Грех их не использовать. Ну, сейчас мы этому гаденышу зададим жару. Хоть он и сам жарный, но гей. Ага, мы покажем ему, с кем он связался. Давайте. Прокастик пройдет сейчас? Ух, все. Немногим удавалось увидеть, как умирает звезда. Пятна холодной безжизненной темноты покрывают огненное тело сияющего короля, разрастаются, пожирают целиком и с глухим стоном оседают на зим облаком угольно-черной пыли. На мгновение спустя, в том самом месте, где горела корона из вечного, рождается сияние. Оно растет, разгорается и оборачивается знакомым силуэтом в короне. Сияющий король застывает на месте. Его свет странно дрожит. Его маски сменяются с невыносимой быстротой. Миг, и вы смотрите на жуткую гримасу гнева. Миг, и она сменяется веселым, изумлением. Еще миг, это маска отеческой заботы. Поражение. Какое свежее ощущение. Не помню, чтобы испытывала в последнюю дюжину тысячелетий. Но что дальше? Как ты закончишь эту историю, Кураж? Послушай, я знаю хорошую концовку. Изящную, отточенную. Герой победил божество в бою. И оно, впечатленное, одарило победителя силой и бессмертием. И герой вошел в черток божества и стал его рыцарем и Геральдом. Вечным, могущественным, равно прославляемым в Первом мире и Галарионе. Пиролевство его исцелилось от раны и процветало под управлением бессмертного правителя. Разве не прекрасный конец, Кураж? Скажи лишь слово, и эта легенда станет твоей. Сегодня не твой час извечный. Довольно ты терзал нас ради своих игр. Ты кажешься такой уверенный в себе, Нериса. Я заинтригован. И что же ты и твой избранник собрались делать с бессмертным божеством? Что есть у вас сверх того, чем обладаю я? Нериса, время настало. Мы сделаем то, что задумали. Напряженная, как струна нимфа, делает шаг вперед и воздевает руки. Между ними в воздухе зажигается свет и медленно появляется маска сияющего короля, отданная вам Макт после боя с Бармаглотом. Маска смотрит на маску как столкновение этих взглядов на мгновение пролезает из вечного. Посмотри в глаза своему же утраченному обличью сияющий король. Посмотри, чем ты был когда-то и выслушай мои слова. Ты сделал меня своей марионеткой, но я обрела свободу. Ты лишил меня сути моей души, но не сумел отнять ее навечно. Ты проклял меня, но я не приемлю этого проклятия. Я отвергаю тот путь, что ты для меня наметил. Я не желаю быть тем, во что ты меня превратил. Я не боюсь кары, не склоню головы, и не поверну назад. И я не ищу твоего прощения. Нериса замолкает, и с последним словом ее речи на разрушенную тронную залу опускается невероятная леденящая тишина. Звуки умирают, даже ваше дыхание вырывается из груди бесшумно, и также бесшумно бьется сердце. И все же в этой тишине живет и стремительно движется нечто, эхо слов Нерисы, эхо ее желания жить, любить и искупить содеянное. Эхо катится все дальше и дальше от вас, как волна захлестывает осколки проклятой чаши, увлекая за собой тени из погибших королевств. Вы не можете видеть, но всем своим естеством ощущаете момент, когда эхо достигает самых дальних границ королевства, замирает, а затем устремляется назад. Сияющий король чувствует угрозу, но что-то изменить уже не в его власти. Он цель надвигающейся волны. И когда она приходит, тишина наконец дает трещину, взрывая звуком тысячи стон и вздохов. Прах разрушенных королевств, горе погибших душ, тысячи лет бессмысленного разрушения и бессмысленного поиска утраченного, за какой-то один удар сердца все они обрушиваются на извечного, впиваясь в саму его суть, срывая его маски. И в этот единственный краткий миг вам удается заглянуть в ту бездну, что прячется под именем Сияющий Король. Что таится там? Свет? Смех? Вспышки молний, мысли древнего разума, могучего и чуждого. У вас нет ни времени, ни возможности осознать все увиденное, но одно вы знаете наверняка. Сияющий Король проклят. Сияющий Король смертен. Такара, что он обрушил на Нерису, вернулась к нему и отняла драгоценное бессмертие из вечного. Настал ваш час говорить. Эм, так. Что ж. Я больше не позволю тебе нести зло из вечной. И если надо, буду биться с тобой вечной, чтобы защитить то, что мне дорого. Я чувствую огонь в этих словах. Жаркий, освобождающий. Вечность жертву, кто мог бы подумать? Это все, что Сияющий Король успевает сказать. Вы чувствуете, как тяжкая ноша, невидимая, но оттого не менее зловещая, отделяется от вас и устремляется к вашему врагу. Врагу, который именно сейчас, после слов Нерисы, смертен и уязвим. Ваше проклятие падает на из вечного, как могильная плита. Та сила, что разрывала вашу душу на части вместе с королевством, теперь поджирает его. Быстрее, чем можно подумать, быстрее, чем можно представить. Свет гаснет, сила тает. И миг спустя, все, что вы видите, это огненная корона, медленно опускающаяся на землю и с пронзительным звоном, распадающаяся на осколки. И с этим последним звуком земля вокруг начинает дрожать. Нериса бросается к вам и крепко сжимает руку. В глазах нимфы нет страха, только надежда и нежность. Она первая понимает, что происходит. Город и королевство возвращаются назад, в Галларион. Ух! Ну, и, кажется, мы с вами победили. Первая попытка, ну, в общем, главное, судя по всему, было не паниковать, не пытаться быстро-быстро зафигачить Сияющего Короля, а просто держать своих целыми, стараться не умереть массово, и тогда все получалось. Вот так и завершилась эта история. Сияющий Король пропал без следа и больше мы о нем никогда не слышали. Нериса помогла вернуть королевство на Галларион и сама последовала за своим возлюбленным. С Шоом-Гамом отпраздновав победу, все занялись восстановлением королевства. Нериса помогала королю во всем, ее быстро полюбили во всех уголках страны. Никому и в голову не могло прийти, что это добрая нимфа, бывшая злодейка, по вине которой еще недавно творились всяческие напасти. Под мудрым руководством короля украденные земли превратились в настоящее государство. Конечно, над многим еще предстоит поработать, такое, что придется доделывать потомкам нашего героя. Однако теперь гражданам не срезают кошелек на каждом углу, а крестьяне не боятся появления нового самопровозглашенного атамана, который будет утверждать свою власть одной силой. Украденные земли называют краем народовластия, ведь здесь простые люди чувствуют себя полновластными хозяевами своей судьбы. К несчастью, ощущение вседозволенности привело к тому, что один из самых зажиточных регионов королевства объявил себя независимой республикой. Возвращение территории далось королю весьма высокой ценой. Это за счет того, что мы в своем правлении больше прислушивались к просьбам и интересам простого людо, а не купечества. Ну, хорошо. Подданные короля превозносят его щедрость. Пока в соседних землях жители стонут от непомерных податей, в украденных землях живут припеваючи. Правда, при этом казна не всегда способна оплатить королевские счета, а убранство тронной залы постепенно ветшает. Что ж, за любовь народа порой приходится платить в прямом смысле этого слова. Всевминутных нужных людей, чем о ее пополнении в долгосрочных перспективах. Может, не так хорошо, но я все равно доволен. Из вражды, веками тлевшей между севером и югом Бревая, так и не вспыхнул пожар гражданской войны. Наш король приложил все усилия, чтобы усадить стороны за стол мирных переговоров. Росланд не стал независимым, но получил широкие права автономии. Отношения и с домом Суртова и с владыками мечей у нас уважительные, но прохладные. Ведь благодаря нам всего, чего хотел. Кассель Алдори усилился в нашей столице, он отошел от политики и преподает фехтование. Мы настоялись, чтобы Алдори и Султатова прекратили борьбу и интриги друг против друга. Ну, не знаю, может быть, стоило занять какую-то из позиций, но нам недостаточно рассказали вообще о них, чтобы мы могли принять решение. Под руководством осторожного и рассудительного Дугота племя тигриных владык воссоединилось и принялось зализывать раны, оставшиеся после сумасбродного армага. Мало-помалу они вновь стали одним из сильнейших наемных войск в регионе. Дугот неизменно заверяет нашего короля в дружбе и преданности, но король держит ухо в остро, понимая, от этого старого лиса можно ожидать чего угодно. Мы решили, что Дугот, жрец голума, должен стать новым маждем тигриных владык. Это хорошо. Питакс зажил почти как раньше. Веселый город, пиво, сомнительного качества и сделок сомнительной честности. Старые торговые дома лишились короны, зато вернули себе имущество, которое отобрал у них Раветти. Вскоре Питакс превратился чуть ли не во вторую столицу королевства, процветающий город, через который текут денежные реки всего региона. К сожалению, до нас из этих денег доходит куда меньше, чем хотелось бы. Губернатор Леоченца оказался бессилен что-либо поделать с повальным казнократством. Маэстро Беловара дала Академии второе дыхание, разогнав бездари или заблюдов, она собрала в ее стенах талантливых визионеров, бунтарей и вольнодумцев, тех, чьему дару было тесно в стенах более респектательных заведений. Ездить удалось то, чего так и не смог Раветти, сделать Академию известной, пусть и скандально. И пусть вместо от Королевиз Академии то и дело выходят ехидные памфлеты и революционные прокламации, это идет лишь на пользу его репутации покровить искусство. Ну, тут все понятно. Мы назначили главой Академии Аномеду Беловара. Роли и кобальды, два диких народа искомно живших в скрюченных топах, были там полностью изведены. Лесные тропинки стали намного безопаснее, а крестьяне перестали не досчитываться скота. Стойко выдержав все шторма и беды, Варнхальд превратился в настоящий город. Отважные поселенцы решили покорить дикие просторы Дунсфорда несмотря ни на что и преуспели. Вскоре скромная колония, едва не исчезнувшая по воле древнего леча, превратилась в преуспевающий город с оживленной речной торговлей. Мы спасли Майгера Варна, основателя Варнхальда от ужасных чар лечаться Клопа Вардакая. Майгер Варн недолго оставался при дворе. Сколотив небольшой начальный капитал, он оставил службу и вместе со своим генералом основал новое Варново полчища, наемный отряд, с тех пор не раз приходивший нашему королевству на помощь. Предводитель Сприганов Огай, не только переживший подстречу с королем, но и вернувший своему племени дом, извлек полезные уроки и больше не пытался занимать пустующее поселение. Вместо этого Сприганы расселились по всей дикой окраине Дунсворда и объявили ее своей водчиной. О мирном соседстве остается только мечтать и пропадающие патрулисты с угнанным скотом тому доказательства. Это те, которые чуваки в Варнхальде были. Ну, кто знал, что их надо перебить? После исчезновения кобальдов и клопов опустевшие пещеры под Старым Платаном быстро стали пристанищем разных отвратительных тварей. И гигантские многоножки самые невинные и приятные из их числа. Пещеры несколько раз пытались зачистить, но каждый раз чудища заводились там снова. В конце концов было решено завалить входы и сжечь само гигантское дерево, чьи корни поддерживали своды пещер. Торговый пост Олега процветает и привлекает все больше путников. К неудовольствию его хозяина вокруг растет небольшой городок. Несмотря на ворчание Олега, он и его жена пользуются всеобщим уважением, а Светлану и вовсе избрали старостой. В споре с владыком меча о том, кто должен собирать налоги с торгового поста Олега, мы предпочли мирно договориться с Джаманди о передаче поста под нашу юрисдикцию. Клево. Кестен Гаррис занял пост главного стражника королевства. Бывший наследник богатого рода так и не вернулся в Бревой, навсегда оборвав все связи с роднёй. Однако через пару лет после победы над Первым миром из Бреве прибыла одна девушка, которая вскоре вышла за Кестена замуж. Говорят, с тех пор Кестен стал улыбаться намного чаще. Джот оставался верен королю до последних дней, исцеляя больных и щедро делясь своей суровой мудростью со всеми желающими и не очень. Выполнив свой долг перед правителем, жрец Арастила мирно покинул этот мир, окруженный друзьями и учениками. Приняв участие в ритуале Ламашту, Олика дала жизнь крепкому и здоровому ребёнку. Увы, малыш превратился в неуправляемого и бульного подростка. Из увечив сверстников 10 лет, мальчишка спасся в скрюченных топях от гнева толпы, которая взамен растерзала его мать. Никто не знает, что стало с парнем, но легенды о дитя Ламашту, которая не то убивает заплутавших путников, не то выводит их обратно к людям, передаются из уст в уста по всей округе. Но, как вы помните, мы разрешили жрице провести ритуал. Солёное сердце стало надёжным союзником и торговым партнёром нашего королевства, а сам Дарвин частым гостем столицы. Элегантный монарх соседнего королевства разбил немало сердец при дворе. После его визитов немало молодых стражниц и служанок глядели в окна и о чём-то грустно вздыхали. Ящеры из племени Долгохвостых вернулись жить на берега Мерцающего озера, но к своему древнему укладу вернуться не смогли. Живя бок о бок с людьми, ящеры переняли их быт, повадки и даже религию. Всё больше Долгохвостых молятся не духом предков, а Эрастилу или Горуму. Забываться стал даже их исконный язык. Я надеюсь, что кто-то запишет песни и сказания Долгохвостых до того, как они канут забвения. Гоблины, которые приложили немало усилий для того, чтобы король сохранил свои земли, видимо, сочли, что это даёт им право хозяйничать в королевстве, как им хочется. Путники стараются передвигаться группами, а крестьяне, завидев в окрестностях хотя бы одного зубастого чужака, немедленно бьют тревогу. Ведь где один гоблин, там и целая ватага. Не очень хорошо. Сластёны же отправились в странствие, желаю увидеть, как можно больше чудес этого мира и не только. То с одного, то с другого края света до нас доносится история о разноцветном фургончике, запряжённом мамонтом, что колесит по галлариону, неизменно оказываясь в центре различных невероятных историй. Эвендра поселилась в озере Клоководье и часто навещает столицу. Она стала другом жителям королевства, помогая им и обучая бережному отношению к озёрной жизни. Родители без страха отпускают детей плескаться в водах Клоководья в любое время дня и ночи, точно зная, что они будут под присмотром. Это та, которая подруга Нерис. После победы сказитель отошёл от дел и проводил много времени в одиночестве, как будто постоянно о чём-то размышляя. Через некоторое время он распрощался с королём и покинул его земли. Но мне кажется, что жители галлариона ещё услышат об этом таинственном страннике, ведь его собственную историю вряд ли можно считать законченной. Амири сохранила близкую дружбу с Нилок, но для остальных членов племени шесть медведей так и осталось парей. Несмотря на всю мудрость нового вождя, племя так и не нашло себе места в незнакомом мире равнин и городов и вскоре распалось. Подруги вместе покинули королевство, отправившись на поиски собственных приключений и нашли столько, что для них понадобилась бы отдельная книга. Валерия осталась на службе у короля, по сей день становится музой для множества людей, но не только бардов и воздыхателей, но и воителей. Честная и стойкая, Валерия прославилась не только ратными подвигами, но и своими удивительным терпением и добротой, который, по её словам, ей помог обнаружить себе сам король. Мы вместе с Валерией пошли долгую дорогу и помогли ей примириться с богиней Шейлин. Валерия не вернулась к служению искусству, но признала, что уважает тех, кто выбрал этот путь, но неплохо. Харим стал знаменит. Его завуважали дварфы и в нашем королевстве и соседних, и даже в самих горах Пяти Королей. К нему то и дело обращались с просьбами о помощи или наставлении, и он никому не отказывал, хоть и ворчал без остановок. Некоторые прислушались к его проповедям, благо теперь в них было меньше завываний о конце света и больше по-настоящему мудрых слов об умеренности и смирении. Не все его ученики обратились к Гротусу, но каждый научился чему-то важному. Мы с Харимом прошли долгий путь и, кажется, убедили его спокойнее относиться к дварфам и принять свое место в цикле созиданий и разрушения. Клеват. Октавия недолго просидела на месте. Очень скоро она вместе с Регом отправилась в Нумерию и подняла там грандиозное восстание рабов. Уничтожить Технолигу им так и не удалось, но по сей день невольники произносят их имена с восторгом, а рабовладельцы с ужасом. В этом путешествии они сблизились как никогда раньше. Их ссоры и обиды остались позади. Вернувшись из Нумерии, она поселилась в домике с мамой и вновь стала советницей и верной соратницей короля. Регонгар вместе с Октавией отправился в Нумерию поднимать восстание рабов. За это время он всерьез повзрослел, научился понимать окружающих и контролировать свой гнев. Вернувшись, он занял место при дворе короля. Грозный, обаятельный, теряющий в одни со страха, а в другие вожделения. Ходят слухи, что он почти уговорил Октавию взять его в мужья и, может быть, дожидать продолжения роду Делла Фиорни. Тристиан остался в украденных землях. Наделенный особой благодатью Саранрей, жрец не искал славу великого целителя и совершил еще немало чудес. Как по мне, так Дева Маваник заслужил право вновь стать частью божественной армии Саранрей. Надеюсь, богиня будет того же мнения, когда сейчас Тристиана пробьет, его душа предстанет на новом суде. Мы посоветовали Тристину не отвергать свое смертное начало и прожить жизнь как простому человеку. Ну, тоже здорово. Когда военные дни остались позади, Экон повесил свой лук на стену и сменил путь Рейнджера на ремесло плотника. Конечно, это не самый героический итог такой трагичной истории, как у него, но видит Торак. Экон счастлив, как счастлива Элина, ставшая его женой и уже носящая под сердцем его ребенка. Кто бы ни родился в этой семье, малышу повезет, ведь его покровителем станет сам король, который по сей день захаживает в гости к старому приятелю. Мы посчитали, что Экону стоит провести ритуал прощения с своей погибшей семьей и обрести покой. Клево. Джубилост вернулся к жизни странствующего исследователя, часто навещая его любимое, он так и сказал, любимое королевство в украденные земли. Его прославленные работы о первом мире начинались с посвящения давнему соратнику королю Куражу. Мелькало там и другое имя, Зей, моему проводнику и вдохновительнице. Поклонники не раз и не два спрашивали Джубилосту, кто эта загадочная дама, но он только усмехался, скидывал на плечи рюкзак и вновь отправлялся штурмовать просторы первого мира. А, ну, это мы попросили Джубилосту передать дар бессмерти. Что касается Нок-Нока, простите, шута Нок-Нока, то он продолжил веселить все королевство и в тронном зале и за его пределами. А иногда даже делал это намеренно. Его проделки имели и еще одно последствие. Глядя на них, жители королевства не только смеялись от души, но и потеплели сердцем к другим гоблинам. Однако, во время их даже пускали на улицы городов. Но недолго. Пускай Нок-Нока не стал тем героем, которого так любил себя представлять, он сумел раскрыть свои таланты благодаря своему другу-королю. Если вы вдруг окажетесь в нашем королевстве, отыщите этого проказника. Он обязательно поведает вам какую-нибудь новую историю об очередном своем приключении, которое обязательно заставит вас улыбнуться. Хотел ли того наш упрямый, нелёвкий и целеустремленный гоблин или нет? Калеке стало спокойнее и мудрее, но друзья больше не слышат ее песен у костра. Если она и пишет стихи, тот о всех их прячет. Она больше не ссорится с сестрой, но иногда кажется, что это от усталости, а не от подлинного примирения. Канера прочно обосновалась в нашей столице и вовсю занимается предпринимательством. Кажется, что у нее расписан каждый час то встреча с богатым торговцем, то прием изобретателей, чьим работам она дает ход. Но по дороге домой она никогда не забывает завернуть на рынок и лично купить сестре ее любимых сладостей. Нелиса и ее возлюбленный Кураж счастливо живут вместе и рука об руку обустраивают королевство. Через их союз как будто соединились буйства первого мира и упорядоченность плана материи. Нелиса смогла воплотить дерзкий замысел, из-за которого когда-то была проклята создать страну мечты. Украденные земли теперь цветущая земля, взявшая лучшее от дикой природы и цивилизации, а наша столица удивительный город-сад, посмотреть на который приезжают со всех уголков Галлариона. Ну а я, автор этой книги, Линдзи, так и не выбравшая красивого прозвища. Я по-прежнему здесь, внутри своего творения, что хранится в столичной библиотеке. Я живу, как и мечтала, среди людей и книг, и не проходит ни дня, чтобы кто-то не перелистнул мои страницы. Моя история вдохновила многих взяться за перо. Мои читатели написали много яростных книг, статей и памфлетов, бросающих правду в лицо тиранам. Могла ли я мечтать о большем? Надеюсь, о мой досточтимый читатель, что эта история и тебя навела на смелые мысли. Или хотя бы позабавила. В любом случае, пришло время поставить в ней точку. Ну, Питакси мы попросили Линдзи смириться с правдой. Ну что ж, вот и закончилось наше прохождение к кингмейкера. Хочется сказать огромное спасибо всем вам, ребята, что вы были. Представьте себе, у нас ушел на это ровно год. Первая часть вышла 26 сентября. Эта часть, если я правильно посчитал, выйдет 25-го. Безумно круто, я безумно этому рад. Ну и, пожалуй, я со всей смелостью и уверенностью могу сказать, что, ну, это, наверное, самая лучшая RPG, в которую я когда-либо играл. Вот реально, с удовольствием бы ее переиграл, не будь она столь длинной, но это не недостаток. Да, пошаговый режим был бы бонусом, да, какие-то недостатки имелись, но мне игрушка безумно понравилась. Я не знаю, почему на стиме такие у нее странные смешанные отзывы, я фанат. Но стоит отметить, что я не прошел первый Baldur's Gate, не играл во второй Baldur's Gate и не играл в Transcape Torment. Но при этом, ну, если вы уже ее досмотрели до этого момента, то вряд ли вы, наверное, будете играть. но все-таки тут дело не результата, а дело интересного процесса. И, ну, сложная механика Pathfinder, да, она окладывает определенные ограничения, то есть, желательно, конечно, взять rulebook или help игры и полистать их, как я понял, ближе к концу игры. Но огромное количество вариантов развития персонажей, огромное число просто классов, неимоверное, возможность отстроить столицу, ну, то есть, если бы я знал, как вообще там все делать, я бы немножко по-другому поступал. Оно, конечно, накладывает определенные ограничения, ну, не ограничения, а наоборот, хочется переиграть сразу же. Я от этого удержусь. Что ж, на этом давайте скажем спасибо Андрею Фиолетову, Максиму Ваваеву, Мейхаму и Зуклихе за то, что они продолжают поддерживать наш канал. Ну, и, ребят, спасибо всем вам. Было безумно круто. Я очень рад, что вы были со мной в этом приключении, ну, и, надеюсь, в следующих тоже останетесь вместе со мной. А на этом все. Приходите, если мне не изменяет память, у нас будет Нина Куни уже на канале. Все, пока-пока, удачи!